Велосипед, бег, ходьба, занятия в тренажерных залах в последние годы стали весьма популярны у населения. Как еще сейчас говорят, быть на спорте модно. Впрочем, надо отметить, что еще и полезно и для физического, и для психологического состояния. Ведь в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Тверские спортсмены рассказали, чем еще полезны физические нагрузки и как сказываются на характере. Подробности в следующем материале. Еще древние говорили, что движение – это жизнь. Люди, которые уделяют время физкультуре, лучше выглядят, меньше болеют, пребывают в хорошем настроении. К тому же сокаляется характер. Спорт должен стать привычкой, считает тренер школы борьбы «Олимп», заслуженный тренер России Наталья Нуралиева. И чем раньше прививать ребенку любовь к спорту, тем лучше. К слову, многодетная семья Нуралиевых и Наталья, ее супруг и пять сыновей, двое из которых чемпионы мира по универсальному бою, все с ранних лет в спорте. Наталья рассказала, что любовь к физкультуре ей проявили еще родители. А сейчас это стало семейной традицией и важнейшим слагаемом полноценного гармоничного воспитания и жизненного успеха. Для того, чтобы добиться чего-то, даже выполнить любое простейшее упражнение, для этого нужно предложить усилия. И это нужно себя заставить, найти цель, целеустремленность должна быть у ребенка. И эту целеустремленность мы развиваем для того, чтобы в дальнейшем дети смогли добиваться любых целей за счет труда, трудолюбия. Безусловно, не каждый из ребят станет чемпионом, но в характер человека добавится упорство и терпение, что в дальнейшем поможет ему в учебе или карьере. Тверскому спортсмену Артему Алискерова спортивная закалка и вовсе спасла жизнь. Житель Твери почти три года боролся с лейкозом, прошел 24 курса химиотерапии и вышел из этой схватки с болезнью победителем. Про таких, как он говорит, он сделал себя сам. До своего лечения я занимался футболом, выпускник Шор им. Михайлова, ну и бегал, много бегал. Здесь выработка с детства дисциплины и режима дня, поэтому это сыграло важным фактором моего лечения. Он успел покорить Эльбрус, на днях преодолел 700 километров по льду озера Байкал. В день спортсмен пробегал по 50 километров. Такой силе духа можно только позавидовать, хотя лучше сразу начинать ее тренировать. Воспитание сильного во всех смыслах и жизнелюбивого молодого поколения – одна из основных задач государства. Это отметил и глава региона. Духовно-нравственному воспитанию в целом юных жителей Верхневолжья уделяется немало внимания, а спорт как одна из его составляющих. Образование детей сегодня и воспитание, конечно, должны быть исключительно связаны с тем, что их будет воспитывать в духе патриотизма и даст возможность им как личностям развиваться на основе наших ценностей. Это спорт, это большее количество культурных мероприятий. Впрочем, начинать спортивный путь никогда не поздно, лишь бы всего в миру, подчеркивают медики. Полезна умеренная физическая нагрузка в любом возрасте. И нельзя не отметить, что в последние несколько лет все чаще можно встретить на улицах города бегающих людей, любителей скандинавской ходьбы, а также группы горожан, собравшихся на массовую зарядку. И это еще раз доказывает, что движение – это жизнь. И спорт становится нормой жизни для все большего числа его приверженцев. Субтитры создавал DimaTorzok